Девушки отдыхают Соскочевана Больше суток наши парни добирались сюда Наши игроки и тренеры Продвигались наконец-то Канадской границе и за нее Ну и вот сейчас я готов к первой битве Россия-Западная лига, матч номер один Ну а значит новые надежды, новые Прискушения, новые эмоции Ну и какая-то новая история Вместе с вами за тем, как творится эта новая история Будут наблюдать Алексей Пешнин и Кирилл Корнилов Здравствуйте, Алексей Здравствуйте, уважаемые телезрители Не генеральная, но одна из последних Репетиции перед стартом Молодежного чемпионата мира Именно после этой суперсерии Тренерский штаб во главе с Валерием Николаевичем Брагиным делает основные Выводы по составу нашей молодежки На предстоящий чемпионат мира За шесть матчей со сборными Юниорских лиг Канады Валерий Брагин может посмотреть не только на Игровые показатели игроков Такие как техника, понимание Тренерского задания, но и познакомиться С характерами игроков Потому что в команде Валерия Брагина Никогда не бывает случайно Персонажей, все эти игроки Заслуживают свое место В том числе и по итогам этой суперсерии Как они будут справляться со стрессом Как будут держать удар И справляться со всеми сложностями Смены часовых поясов И при этом выкладываться на 200% В каждом матче Именно из этих показателей И будет складываться, я думаю, мнение Тренерского штаба Ну а сейчас на ваших экранах Только что снаружи Был Мазай Плэйс Один из самых современных дворцов В нынешней СЕЧЛ Один из самых новых Один из самых уютных И в котором сейчас, собственно, и произойдет Вот это действие, к которому мы все с вами готовы Готовы участники символического выбрасывания Которое по традиции здесь проходит Перед каждым матчем Ну и опять же у нас Тоже по традиции можем погадать Не только на результат этого матча Да, не только на то, как он закончится Кто забьет, да И какой будет сценарий Но еще и на то, как именно на этот раз Будет исполнен гимн России Потому что чего мы только за это время Не наслушались и не насмотрелись Итак, капитаны Обменялись своими делами Рукопожатие Дион Дюбе Это капитан команды Западной лиги Ну а у нас У нас Егор Зайцев Кстати говоря, интересный момент Да, то, что Дюбе Он не является капитаном в своей команде И это при том, что Здесь в составе западной лиги Шесть капитанов Своих команд Но вот Дюбе капитаном не является Очень любопытный состав У западной лиги О нем мы обязательно будем, я думаю, говорить много По ходу этой трансляции Но что удивляет еще больше То, что Практически все игроки Являются центральными нападающими Своих команд Ну а сейчас минута молчания По случаю трагических событий в Техасе ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ladies and gentlemen Please remain standing For the Russian and Canadian National Anthems ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так, уважаемые зрители, у нас все готово к тому, чтобы начать и не только первую встречу, не только матч номер один, но и вообще в целом всю суперсерию и новую историю российско-канадских хоккейных взаимоотношений. Итак, мужу, и несколько секунд у нас остается до того, как все случится. Вратари занимают свои места в воротах. Владислав Сухачев, наш экран, как раз готовится сейчас с первой же минуты принять на себя всю тяжесть канадских атак. Ну и его оппонент в воротах противоположный Картер Харк. Ну и вот что любопытно, на мой взгляд, сегодня встречаются два основных вратаря Канады и сборной России. Чел, и, ну, hopefully we can get off to a good start and keep it simple. You know exactly what this series means. Хockey Canada is taking a great look at all the players in the Canadian Hockey League, but you don't want to do too much. You don't want to stray from what you do well. Yeah, for sure. You know, it's a tryout. I think everybody knows that. It's not as much for NASA and All-Star Game. It's kind of showing what you can do and hopefully represent Canada. You know very little about this team. I know you have some video. What do you want to do against them? I think for us, keep it simple. We haven't played together very much. Obviously, we know each other, played against each other in the league. но первый раз с другими другими, так и просто. Спасибо. Спасибо. Dylan Dubé. Ну и последние два года не очень удачно складываются для нашей молодежной сборной игры против западной хоккейной лиги Канады. В прошлом сезоне, хотя мы начали с победой в дополнительное время, со счетом 3-2 тогда команда Валерия Брагина одержала победу, но вторую игру проиграли со счетом 1-4. В 2015 году и вовсе в первой игре потерпели разгромное поражение со счетом 7-3, ну а во второй уступили уже с менее крупным результатом 4-2. Ну что, поехали, начали. У нас давайте тогда о составах играющих сегодня команд, поскольку сборная России в гостях начнем первым, да и она нам естественно больше интересна. Итак, Алтабар Макен, Мальцев и Цыплаков это первая зона, Манукен, Российкин и Веряев это вторая, Романов, Иванов, Кары составляют третья зона, Паладян вместе с Моевсеевым и Рахимулиным четвертая. Ну и Макеев вместе с Курашовым играет в обороне, Зайпов с Ныжовым и, получается, Калинин с Алексеевым и Дмитрием, ну и Минулин с Алексеевым другим, который представляет западную хоккейную лигу. Вот уже первый опасный момент у ворота Владислава Сухачева. Бросок с ползоны, но наш вратарь намертво зафиксировал шайбу и впервые в этой встрече поставил игру на паузу. И так готовится к бросованию команды на исходе первой минуты. Удалось закрепиться в зоне сейчас канадцам. Ну, мы говорим канадцам, да, поскольку хоть это и сборная западной хоккейной лиги, но, собственно, кто они, если не канадцы? Тем более, что хоть это и официально, да, считается сборной лиги, но, тем не менее, все равно в этой лиге играют и американцы, в этой лиге играют и европейцы. Поэтому, ну, тут в первую очередь, да, это просмотр игроков именно с канадским паспортом и тех, которые имеют право играть за молодежную сборную Канады, да, потому что здесь в той же западной лиге, в той же Сейчелла играют и парни 97-го года рождения, которые за молодежку играть уже не могут. Вот сейчас шайба была на пятачке, и Брэд Хауден мог добить шайбу. Кстати, Брэд Хауден – младший брат Квинтона Хаудена, который в нынешнее время защищает цвета Минского Динамо в континентальной хоккейной лиге, причем последний раз, вот, последний и единственный раз в Муджо команда играли в 2011 году, и как раз тогда Квинтон Хауден также принимал участие в той встрече. Да, так что ни одна игра в Муджо из двух, которые уже, вот, имели место быть в истории, ну, одна из них как раз вот сейчас на ваши глаза происходит, вот ни одна из этих игр не обходится без Хаудена. Только что Хауден старший и Хауден младший. Ну, та игра 2011 года, да, которая завершалась тогда в суперсерии, она, конечно, очень сильно запомнилась многим, поскольку ознаменовалась таким очень ярким камбэком в исполнении сборной России. Вот там, тогда еще североамериканцы не знали, что не следует злить Никиту Кучерова, вот, потом они, естественно, уже узнали, но было слишком поздно. Вот, прекрасный момент у нашей сборной, но не смог переиграть Картера Харта Владислав Хара. Убежал один на один с вратарем канадской сборной, но Картер Харт прочитал намерение 28-го номера. Да, так что Харрой Господней Владислав Харр не стал для Картера Харта. Ну, вообще, да, Картер Харт – это, пожалуй, сейчас наиболее реальный претендент на то, чтобы быть первым вратарем канадской сборной на молодежном чемпионате мира. Да, ну, он, собственно, и конкурировал с Конором Ингрэмом и в прошлом году, и многое говорилось за то, что именно он будет основным вратарем. Ну, вот, решили все-таки на Ингрэма сделать ставку, но, может быть, и зря. Так, вспоминая финал против Соединенных Штатов Америки, и при каких обстоятельствах пришлось менять потом Ингрэма на Харта, может быть, и стоило ему доверить с самого начала. Но у Харта непростая ситуация – переболел мононуклеозом на протяжении всего октября. Весь октябрь у него вообще выпал из и соревновательной, и тренировочной практики. После этого он только в начале ноября сумел сыграть две игры, и, кстати, отыграл весьма неплохо, так что в какой-нибудь сейчас форме во многом загадкой для него самого, наверное. Дилон Дюбе делает прострельную передачу на пятак, но не доходит шайба до его партнера. Слишком долго принимаем решение с первой передачи, вот только за счет каких-то индивидуальных действий сейчас удалось вывести шайбу в свои зоны. Ну, вот сейчас, кстати, очень неплохие индивидуальные действия выполнил Тобар Макен. Мы видели, что два протыка он сделал в районе борта, и в результате сумел углубиться в зону соперника, но никто не поддержал его прорыв, никто не пошел открываться под него. Неплохая атака в исполнении канадцев. Не удалось сейчас запихать шайбу в ворота. А ситуация была весьма-весьма опасной, там с этим выездом сначала за ворота, а потом передачей за ворота. На этом Этью Филлипс был, как раз таки он выдернул сначала на себя Владислава Сухачева, затем уехал за ворота, но на пятачке наши защитники сыграли просто здорово. Ну что, обменялись достаточно опасными проникновениями и та, и другая команда. Если у нас это вполне ожидаемо контр-атака, да, атака сходу, атака после продольной передачи, то вот что касается канадцев, то все-таки здесь в большей степени вправе ожидать от них опасности в атаках позиционных. Вот сейчас как раз Владислав Карра, как мы видим, убирал под неудобную, но не сумел поднять шайбу над щитком. А вот так вот не сумели Владислава Сухачева и наших защитников переиграть уже представители западной лиги. Александр Алексеев успел переместиться на ближнюю штангу, и как раз-таки он поставил свою блюшку, не позволил Филлипсу счет в матче открыть. Да, Мэтт Филлипс, капитан, кстати говоря, Виктория Ройлса, вообще, честно говоря, до сих пор не укладывается в голове, как в западной лиге можно играть с ростом метр семьдесят и весом шестьдесят четыре в нападении. Не просто играть, но еще и быть одним из лучших бомбардиров. 35 очков, 15 заброшенных шайфов и 20 передач, значит, у Мэти Филлипса, и это в среднем чуть меньше двух очков за игру. Как фантастические результаты показывают канадские игроки. Ну и вообще, в западной лиге в последнее время собирается очень мощный состав, поэтому крайне любопытно посмотреть, что сегодня предоставит команда Тима Хантера. Да, посмотрим. Понятно, что будем уже по факту смотреть на окончательную заявку на молодежный чемпионат мира, да и вообще, для начала еще они там в лагере соберутся у себя, там в Канаде, для того, чтобы подготовиться в начале-середине декабря. Так вот, из этого состава, ну, наверное, человек-то пять точно войдет. Я думаю, даже больше. Опять же, западная хоккейная лига в основном славится своими защитниками. В национальной хоккейной лиге собраны очень сильные защитники, которые являются выпускниками западной лиги, такие как Брэн Сибрук, Дион Фанев, Данкан Кит, Баффлин, Шилебер. Шилебер, да, конечно же. Нападающие все-таки западная лига поставляет больше для КХЛ, что вспомним такие фамилии, как Доус, Эштон, Козун, опять же Квинтон Хауден, нами уже упомянутый. Кайл Чепчура, Бен Максвелл, да, все это игроки, знакомые болельщикам континентальной хоккейной лиги. Не, ну не только, конечно, и в национальной хоккейной лиге хватает выходцев из запада. Из тех, кто еще не так давно блистал, в том числе и Муз Джоу, например, Брэдден Пойнт, который сейчас сжигает в тампе вместе с тем же Кучеровым. Перехват от канадцев в средней зоне, но жестко там встречают на входе. Хорошо здесь поставили у корпуса один из наших крайних нападающих и получили возможность сейчас в спокойной обстановке шайбой в своей зоне распоряжаться. Вышли из обороны. Хар здесь с клюшкой поработал. Не очень точная передача из-за ворот. Можно было бы сделать несколько более нацеленные пасы. Тогда было бы намного опаснее. А так приходится все от своих ворот начинать. Ну, нет хода без добра, зато можно там более-менее спокойно и комфортно сделать смену. Никита Макиев за своими воротами ждет, пока его партнеры раскатятся. Здесь мы видим такой активный прессинг от Тайера Стинбергера. Еще одного человека, кстати говоря, с феноменальной результативностью. 25 голов уже успел наколотить, при том, что там чуть больше месяца идет регулярный чемпионат. Вот он, Стинбергера дает передачу за ворота, передача защитнику. И успевает оставить шайбу в зоне Джош Маура. Сэм Скилл выполняет неточную передачу. И сейчас нужно Андрея Алтабар-Макяну выводить шайбу из своей зоны. Данил Курашов, защитник Владивостокского адмирала. Один из немногих, кто постоянно попадает в заявку своей команды. Ну да, не так, что много у нас защитников, в первую очередь. Постоянная игровая практика на уровне континентальной хоккейной лиги. Вот как раз Курашов один из них. Ну, по сути, да, вот Курашов, Зайцев, люди, которые играют более-менее. Ну, Макеев иногда там через армейскую ротацию тоже прорывается. Анатолий Елизаров периодически попадает в состав Салават Юлаева. Артем Мадукян выходит один-один бросок. И Картер Хар справляется с этим броском десятого номера нашей сборной. Да, вот Карл уже выходил, попытался обыграть, не получилось. А сейчас так попроще решил действовать Манукян. И броском в домик решил застать броском десятого номера канадской команды. Но так же успеха не имел. Салават Юлаева Салават Юлаев Сборная России играет примерно тот, который мы от нее и ожидали, да. Но, с другой стороны, несколько больше агрессии, наверное, ожидали мы видеть от представителей хозяев. 10 дней, а только один победитель. Да, пока как-то не очень сильно постараются придавить нашу сборную кисты западной лиги. Хотя, вот если вспомнить и прошлый сезон, и позапрошлый сезон, мы встречали очень такое жесткое сопротивление от западной лиги. Тем более, что вот с 2014 года изменили расписание руководителей вот этой суперсерии, что раньше-то мы ездили сначала в Квэдэк. Ну да, мы двигались с востока на запад, а сейчас наоборот, да. Да, и получается так, что наши ребята добирались более 20 часов до Музджо, и как раз на фоне вот этой вот усталости, на фоне вот этой акклиматизации, смены часовых поясов, возможно, что канадцы могли бы сыграть как-то более активно. Но здесь мы видим, что наша сборная держит удар, и более того, по опасным голевым моментам, ну если не преимущество у нашей сборной, то, по крайней мере, разные показатели, да. Так, вот снова Мозаик Плейс на ваших экранах, достаточно новый дворец, который находится в самом центре этого 33-тысячного города. Города, который на Трансканадской магистрали, города, который, ну так, ничем вроде особенным не примечателен, но с другой стороны очень хороший дворец, с другой стороны юниорская команда, которая поставляет довольно много хороших таких талантливых игроков. Ну, достаточно вспомнить, например, Тео Флери, который до сих пор владеет рекордом всех времен по результативности, по набранным очкам за карьеру в этой команде. И его свитер с девятым номером здесь как раз под крышу подвешен. Удалось оставить нашу шайбу в зоне, ну так, что можно еще одну неплохую атаку организовать. И вот сейчас получается бросок опасный какой. Георгий Иванов наносил бросок. Кстати, это единственная тройка, где есть клубная связка. Я имею в виду Ивана Романова и Георгия Иванова. Представители Ярославского локомотива. Ну да, есть еще Мальцус с Олтабармакеном, которые оба выходцы из Санкт-Петербургского СКА, но что выше лиги, что вот когда вызывались они в КХЛ, вместе их в одно звено не сводили. Может, в молодежной хоккейной лиге, когда и было у них какое-то взаимодействие, какая-то внутренняя химия, но не в этом сезоне. А у нас первое удаление в дальнейшнем матче. Давайте посмотрим сейчас за этим самым удалением. Да, пауэрплей загорается. Западная лига. Вот так вот все случилось. Дамир Рахимулин. А, нет, Александр Калинин, да, за задержку с оперной плюшкой. Управляется на две минуты. Сейчас достаточно серьезное испытание предстоит пройти нашим ребятам. Но на первых секундах удается вывести шайбу из своей зоны, но ненадолго. Дмитрий Алексеев мост бросит вдоль порта шайбу, чтобы вышла в среднюю зону. Тюбэ переводит шайбу на противоположный фланг. Тюбэргер. Вот пока не получается ничего сделать канадцам. Достаточно спокойно выводит шайбу в среднюю зону. Ну пока да, пока с организацией позиционного нападения не очень все хорошо у подопечного Хантера. Ну опять же, как не вспомнить, то что у них несколько есть клубных связок, да, потенциально, которые могут приносить пользу. Но ни одной из них Хантер не воспользовался, сформировав звенья по-своему. Ну, как говорится, художник так и видит. А тем не менее, есть ребята, которые в одном звене друг с другом играют в клубах. И сразу три этих связки вполне можно было бы употребить на влагу. Но вот решил какие-то свои иные идеи Хантера употребить относительно этой игры. Клуб на синей линии делает неточную передачу. Есть возможность убежать. Да, можем убежать. Убирает шайбу. Как все здорово. И как сейчас не попадает в пустые ворота. Если честно, не обратил внимания, кто шайбу добивал. Не смог рассмотреть. Убегал-то Цыплаков совершенно точно. Да, 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 Максим Цыплаков убегал. Именно он выцарапал шайбу. И вот в результате получаем атаку на свои ворота. Но в любом случае пока достойно очень держимся в этом меньшинстве. Организуем даже голевые моменты перед воротами Харта. Жаль, что не реализуем. Три уже выхода было у нас. Таких вот практически булитных. И ни один из них реализован не было. Но когда-то все-таки канадцы начнут наказывать. Хотя бы вот один капитализировать в гол было бы просто блестящим вариантом развития. Но, к сожалению, этот шанс, как говорил Остап Бендер, пока не наш. Вот смотрим еще раз. Как Цыплаков все здорово сделал. А вот дальше... Максим Рассейкин. Это был 31 номер. Не смог добить шайбу по пустым воротам. Так что еще один шанс упустили в нашем быстром отрыве. И вот это, к сожалению, единственное, наверное, что омрачает нам в целом позитивное настроение. От того, что... В Испании плохо складывается игра, в исполнении сборной России. Удается разрушать все попытки выстроить позиционное нападение у канадцев. Да, удается грамотно лишать их скоростного захода в зону. То есть тот раскат, который они предлагают, нашим тоже довольно легко читается. Так что, в целом, пока, да, пока ломать систему, да, обрушивать канадскую командную игру у Брагина получается... Ну, в принципе, у него всегда это получалось неплохо. Получается и сейчас. Пока, вот на что я обратил внимание, в своей зоне наша сборная играет достаточно зажато. Очень много коротких передач. Эти короткие передачи зачастую оказываются неточными. И сборная Западной Лиги достаточно быстро накрывает наших игроков за счет вот этих вот небольших неточностей, но при этом... Вполне может быть, что да, это сознательная линия поведения. Поменьше отбрасываться, поменьше выкидывать шайбу по борту, да, и поменьше таким образом ее давать сопернику. Пусть даже и под давлением играть, но тем не менее все-таки шайбы дорожить и пробовать ее сохранить. Скамейки снова на ваших экранах. Коммерческая пауза у нас понемножку подходит к концу, но по идее, наверное, по три штуки должно их быть. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok. И, кстати, относительно линии, тоже относительно Звенев, как он их сформировал, первый вопрос был как раз именно относительно того, что не было клубных связок. Но вопрос сказал, что хочет посмотреть всех, да, и причем как было в игре, игра в меньшинстве, в большинстве. То есть спонтелирует как можно большее количество разных ситуаций. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. И сейчас будет второе удаление. Еще одно будет, да. Но это, в любом случае, удаление хоть как-то более-менее обоснованное, хоть как-то оправданное. Срывая голевой момент, удалились. Так что эти две минуты, ну, по крайней мере, понятно за что. Жертвы были не напрасно. Но передача была хороша. Да, тоже. На короткий сыграли канадцы и Джарет Андерсон Доллан выходил. Один на один с Владиславом Сухачевым. Кстати, Андерсон Доллан – это капитан юниорской сборной Канады на прошлогоднем юниорском чемпионате мира. Также Сэм Стилл еще принимал участие в юниорском чемпионате мира. Но тогда Канадцы проиграли в четверг финале. Дюбе делает передачу на Скинбергера. Ну что ж, во втором большинстве, по крайней мере, удалось быстро ставить в зону. Благодарю выигранному бросованию Канадцам. Бенок, кстати, оставили на синей линии. Он основным разыгрывающим, получается, видится тренерами в большинстве. Хотя, в принципе, почти все защитники, кого ни возьми, все имеют опыт игры в большинстве. Все вполне могут и начинать атаку, двигать шайбу. И все являются основными защитниками своих команд. Таких уж откровенных домоседов-то, по-моему, практически нет у них в составе сборной Западной Лиги. Так что упор в кадровой политике на защитников универсалов, на защитников, которые хорошо себя чувствуют и на той, и на другой стороне площадки. Сэм Стилл сдавит шайбу в зону. Сэм Стилл, пожалуй, действительно главная звезда не только Западной Лиги, но и вот этой вот нынешней редакции сборной. Сэм Стилл, который в прошлом сезоне стал MVP года в WHL и вполне заслуженно, набрав более 130 очков за регулярный чемпионат. Так что, если на кого-то обращать внимание, из полевых игроков, то в первую очередь как раз именно на него, на Сэм Стилла. 23 номер. Он тоже на синей линии Халк-Клок расположился. Ну, сейчас уже вторая бригада пошла у канадцев, так что да, сейчас Бина сменил клайк, представитель Брэнтона. Сейчас Владислав Сухачев выбрасывает шайбу за пределы площадки. Но арбитры не усмотрели, походу, в этом. Да, не усмотрели нарушение правил. Несмотря на то, что западники там очень бурно семафорили, намекая на то, что Владислав сделал это умышленно и что шайбы не задевало стекло. Но у Судьи другое мнение. Так что 11 секунд, втроем на пятерых не останемся. Клэйк на синий. Ну, расстановка абсолютно идентичная в этой бригаде. Такая же, как и была в той. Ой, какой бросок получается! Линд! Линд! Пол Линд! Открывает счет. Да, представитель Хилуны Рокетс. 28 очков в этом сезоне набрал этот молодой человек за 17 игр. Ну и какой потрясающий по точности и силе бросок в дальний угол получается у него. Да, во втором большинстве уже наших не простили. И вот как раз лишний раз повод вспомнить о тех нереализованных моментах, о тех выходах один в один. Немножко потерял ворота Владислав Сухачев, освободив дальний угол. Но здесь опять же, теряя не теряя ворота, бросок, конечно, получился у Линда на загляденье. Гол Линд, который до этого, до того, как получить вызов в сборную Западной Лиги, вообще ни в какие сборные никогда не вызывался. То есть международная карьера для него просто чистый лист. Ну, может, там по детям еще в сборную провинции какой-нибудь приглашался, но это, сами понимаете, совершенно другой уровень. Да, жаль, что вот именно так все получилось. Именно при таких вот обидных обстоятельствах случился первый канадский гол. При том, что по игре-то как минимум не уступали. По содержанию игры, да, по опасности, по количеству созданных моментов. Но вот тем не менее. В первом большинстве отыграли очень здорово. Во втором, ну, в первом большинстве соперника, во второе свое меньшинство вычислить так же вот не смогли эффективно. Да еще и с моментом у чужих ворот. Проигранные в брасне, вот что помешало, я считаю, нашей сборной выставить второе меньшинство. Потому что два в брасне в нашей зоне, оба в брасне выигрывали канадцы. И в итоге в результате этих позиционных атак создавались моменты. Ну, вот оно, да, тоже количество центральных нападающих в составе. Алта Бармакяна уезжает за ворота. Картер Харт остался сидеть на ближней штанге. И было достаточно пространства у нашего нападающего для того, чтобы попытаться еще сравнять. Но защитники не пустили Алта Бармакяна. Калинин там мощно бросал от синей линии. Шайба от лицового борта, отскочив, пошла на пятачок. Но первыми оказались на шайбе канадцев. Ну, а сейчас уже на нашем пятачке Владислав Сухачев шайбу накрывает. Таким образом, дает возможность еще раз сделать паузу. Тем более, что и коммерческая пауза здесь тоже подоспела весьма кстати. Для наших есть возможность как-то не уж передохнуть, перевести дыхание, осмыслить происходящее и, может быть, даже со стороны тренеров какие-то коррективы внести в задание игровое. 6-4 было по броскам в пользу Западной лиги, как гласит нам онлайн-протокол. Или нет, даже вернее 8-4. Вот. То есть, получается, восьмой бросок. Немножко подкорректировали они свои показания. Ну, а в ассистентах шайбы Кова Линда, Брэд Хауден и Кэл Клок. Хотя вот тоже интересно, в большинстве ли была шайба заброшенная или уже успел пятый игрок появиться на площадке? Ну, давай смотреть. Второе нарушение Рахимулина, оно случилось, получается, в 11.15. Все-таки Дамир Рахимулин был отправлен на две минуты, потому что титры показали нам удаление Александра Калинина. Но, действительно, за задержку клюшкой был удален Дамир Рахимулин, нападающий Тольятинской лады. Ну, по крайней мере, здесь отметок, что пауэрплей гол нет. Ну, значит, видимо, все-таки успел выйти оштрафованный игрок, но не успел добраться до места события. Ну, что, у нас где-то за половину уже перевалил первый период, который пока в целом вроде как и не должен. А вот, кстати, и те самые баннеры за победы. Ну, правда, вот и, кстати, Тео Флери, там его свитер тоже под девятым номером в левой части ваших экранов был. Так вот, в целом, да, несмотря на пропущенную шайбу, все равно на достаточно неплохом эмоциональном фоне этот первый период проходит. Вот, и сборная в их две тачники безнадежна. С этими западниками, да, в их нынешнем составе, ну, тоже, как показывает первый период, вполне можно играть и сопротивляться, и создавать голевые моменты, и обыгрывать. Осталось только более аккуратно распоряжаться своими моментами. Будет третье удаление у нашей команды. Да, продолжаем. У WCL собрано достаточное количество таких быстрых техничных игроков, и как раз-таки вот этот состав их и отличает от предыдущих, когда были собраны более габаритные игроки, которые прежде всего играли за счет силового давления. Сейчас в основном за счет техники где-то стараются уйти и вынуждают фалить наших игроков. Очередное удаление Александра Алексеев зарабатывает. Да, давление силовое, все больше сменяется давлением скоростным. Новая тенденция современного хоккей, если хотите. Так, и клэк, то есть, соответственно, у нас получается вторая бригада большинства сразу с первого секунда. Та самая, кстати, которая и забросила шайбу. Не позволяют нанести бросок Бретту Хаудену. Кстати, такую же комбинацию они разыгрывали, когда сами на вторую минуту вышли на площадку, но только с другой стороны симметрично. А вот сейчас в оппозитном расположении все это сделали. Снова клэк. На правый борт делает передачу. Обыгрались, но немножко четко это сделали. Есть возможность у нас шайбы на клюшке. Можно вынести, но когда есть такие возможности, надо ими пользоваться и извлекать шайбу из зоны. Сухачев, неплохо. Ну, Сухачев ему под большой канадской нагрузкой работать не впервой. Вспоминаем мы как-то на мемориале Ивана Глинки. Ему под полсотню где-то в полуфинале набросали канадцы. А он-то тогда дотянул нашу сборную до серии послематчевых бросков. Ну да, и там, собственно, одна, единственная шайба в серии послематчевых бульдов, которые, по-моему, Нолан Патрик тогда забросил. Вот она все и решила. Так, все, заканчивается у нас потихонечку тут штрафное время. За это время пока никаких происшествий не произошло. Пытаются канады скомбинировать в нашей зоне. Вот сейчас можно еще разик убежать. Михаил Мальцев. И вновь Хартер Хартер. Да что ж такое? И Хартер, и просто невезение какое-то. И, может быть, даже где-то и... Не то, что недостаток мастерства, но, может быть, даже какая-то скованность движения. Да, и причем как-то легко очень позволили Михаилу Мальцеву бежать на рандеву с Хартером Хартом. Причем в очередной раз. Не в первый, не во второй. Это уже, мне кажется, четвертый или пятый выход один на один за первый период. Да, не первый уже раз мы видим, как защитникам западной лиги несколько не хватает дистанционной скорости. Мы видим, что наши достаточно легко их и обкатывают, и ставя корпус проходят. Так что, это вот те самые вещи, которыми вполне можно пользоваться. А сейчас атака в ходу в исполнении западной лиги уже закончила штрафное время. Можно уже теперь 5 на 5 играть. И таким образом, приободрившись, дальше вести атаки на ворот соперника. Рассейкин с неудобной пытался отдать передачу в глубину зоны. И в штангу попадает шайба. Не везет, так не везет. В первом периоде небольшая потасовка возникает около борта. Ну а на ваших экранах Данил Веряев, нападающий нижегородского торпеда. А вот еще раз смотрим, как Михаил Мальцев здорово пробросил Давида Кеннавиля. Объехал Бина и пытался переиграть Харта. Причем все сделал здорово. Качнул вратаря и бросал в противоход ему. Но Картер Хард на ваших экранах показывали нам его статистику, что за последние три сезона он лучший вратарь сразу по двум показателям. По победам и по матчам на ноль. Ну да, а из Джейка Бина просто мистера Бина сделал наш Мальцев. Но вот, к сожалению, реализовать в очередной раз свой момент так и не смогли. Одна минута у нас остается всего лишь до конца первого периода. Пока 1-0 по-прежнему западная лига впереди. Неплохо здесь силовой наш пошли, встретили канадцев. И благодаря этому сейчас первыми оказались у лицевого борта на шайбе. Но вот эти подарки совершенно ни к чему. Вроде бы нормально, надежно все контролировали, но выкладывает на полборта шайбу точно на клюшку сопернику. Сухачев попытался быстро клюшкой смести шайбу с пятака. Лин. Передной бросок. И в этот раз Сухачев вторым движением прижимает шайбу ко льду. Да, снова Лин тут полагается на свой мощный кистевой. Ну, кстати, достаточно заметен 26 номер канадцев. Но здесь он наносил бросок с помехой. Перед ним и Иванов находился. И второй наш нападающий также наложил свою клюшку. Поэтому бросок у Линды, мягко говоря, не получился. 18 секунд до конца первого игрового отрезка. И будет на этот раз удаление у канадцев. У канадцев на этот раз. Кэспик. Нарушил правила на Дмитрия Алексееве. И оставляет свою команду в меньшинстве. 16 номер. Но к чему мы привыкли? К чему мы привыкли? Так это к тому, что у нашей сборной на протяжении, вот по крайней мере, последних двух сезонов, вот этих суперсерий, огромные проблемы при реализации большинства. Причем моменты мы не создавали. И все было достаточно печально. Посмотрим, как будет в этой игре. Но я думаю, что основные события при игре в большинстве будут разворачиваться уже во втором игровом отрезке. Да, сейчас у нас последние секунды. Первый и третий матча уже истекли. Сирена раздается. И со счетом 1-0 в пользу наших соперников команды расходятся на перерыв. И мы с вами тоже немного отдохнем. И снова, говорит и показывает Мус Джоу, и снова в прямом эфире с вами суперсерия. Матч номер один. Западная хоккейная лига сборная России. Хоккейная молодежь продолжает резвиться на площадке. И пока вот после первого периода 1-0 по счету, по заброшенным шайбам в пользу западников. 12-5 по броскам. Ну и вот, пожалуй, это главные статистические компоненты. Три большинства у западной лиги было. Одно из них формально все-таки было реализовано. Хотя и 0 в галерарфе реализованный пауэрплей. Но, тем не менее, не успел еще наш пятый присоединиться к обороняющейся четверке. И поэтому, ну, по сути, большинство это и было. Хотя вот по игре сборная России смотрелась достаточно неплохо. Сборная России имела прекраснейших несколько моментов для того, чтобы и открыть счет в матче, и сравнять счет. Было три выхода один на один с Картером Хартом. Было попадание в штангу. Но при этом немножко не повезло. Это не было большинство. Это команда Роншоу. Это вырос ваши предпочтения в первом периоде? Что вы получили от команды ВХЛ? Да, я думаю, что это было. Это очень быстрый матч. Готовый путь. Это, что мы ожидали от них. Вы не получили много возможностей. Это команда, которая взросла вместе. Что вы пытаетесь делать с вашим игром против них? Я думаю, что мы просто пытаемся играть на нашу игру. Мы просто должны закончить наши моменты, честно говоря. Мы играем очень хорошо, я думаю. Я думаю, что это igual. Вы поразили, что у тебя были какие-то шансы. Да, мы сделали. Мы получили много моментов, мы просто должны закончить. Спасибо большое. Да, спасибо. Ну что, Кныжов, в принципе, совершенно прав был, что нужно просто завершать эти моменты, которые мы создаем, что игра быстрая, игра скоростная, много беготни, но, собственно, это то, что мы и ожидали. Ну, и отмечаем английский язык Николай Кныжов, который несколько сезонов провел как раз-таки за океаном, а сейчас является игроком системы. Ну, собственно, они же знают, кто там играл, поэтому, естественно, на интервью они подходят к англоговорящим. Ну, а в этом сезоне за «Сканиеву» Николай Кныжов набрал лишь 1 очко в 14 матчах. Сборная России начинает второй период при игре в большинстве. На последней минуте второго периода, две минуты, получил 16-й номер Таннер Кавпик. Вот теперь есть шанс у команды Валерия Брагина сравнять счеты. Андрей Алтабармакян сейчас пытался прорваться на пятачок, и в последний момент у него успели шайбу с крюка выбить. А иначе пришлось нашим коллегам произносить еще раз его фамилию. Которая наверняка уже стала ночным кошмаром североамериканских комментаторов. Как в свое время фамилия Терещенко или Звуреченский. И снова наши заходят в зону, снова достаточно бодро, быстро, лихо это делают. На этот раз позиционное нападение встали. Не стали сразу быстро подводить шайбу к воротам. Ну что, по крайней мере в зоне закрепились, хоть и возня сейчас у борта, углу площадки, но все равно в целом все-таки это большинство провели достаточно неплохо. Одна вылазка была такая, вполне приличная на ворот момент, который вполне можно тоже квалифицировать, было как голевой. Артем Минулин начал новую атаку. Вот он сейчас с шайбой, сам завез шайбу в зону. Артем Минулин является одним из лидеров своей команды в западной хоккейной лиге. Играет он за Свифт Карен. Тот самый Свифт Карен, с которым нам играть следующую игру. Да, вместе с ним выступают также игроки канадцев. Это Тайлер Стинберген. Ну, тот самый, который сейчас лучший бомбардир западной хоккейной лиги, это как раз одноклубник Минулина. И вот в большинстве они как раз вместе с ним обычно тоже выходят в первую бригаду. Да, ну и Минулина 10 набранных очков. 15 матч, решай бы и 7 передач. Хороший разворот, снова уход за ворота. Романов достаточно долго шайбу контролировал. Ну, Романов да, у него вот эти вот рывки с места, у него вот эти вот резкие движения, да, эти резкие вертушки, это как раз одна из фирменных его черточек. Хорошо катается парень, действительно резкий, довольно мощный, плотный. Но смог в этом сезоне Романов пробиться в основной состав локомотива. Достаточно неплохо он выступал и в молодежной хоккейной лиге. У него 10 очков в 15 играх за лока, но его трижды уже выходил на лед в составе локомотива. Так, что вот еще? Относительно недавно у нас в молодежном хоккее откровением стала тройка Коршков-Красковский-Полунин. И вот сейчас, ну, связка Иванов-Романов, может быть, тоже где-то что-то вот близкое к этому обещает, по крайней мере, быть по потенциалу. Вот, колл-фут на ваших экранах. Сын Адама Фута, знаменитого в прошлом защитника Колорадо Эвиланш в первую очередь. Который играл под 52-м номером, ну а его сын, да, под 25-м зеркальное отражение. Бросок в воротам, не попадает шайба в створ. Перевод на левый борт и через диагональ снова попытка укорениться в зоне. Теряется клюшка в весьма неподходящий момент, но, тем не менее, продолжает наше давление в зоне соперника. И снова так очень непросто канадцам выходить из-под этого прессинга. Кинберген, передача на синюю линию. Кенвиль, наброс на ворота. Сухачев в угол шайбы отбивает. Ну, вообще, что касается действия клюшки, то здесь Владислав Сухачев вообще один из наших лучших молодых голкиперов. Он и легкий, он и подвижный, он и такой небольшой, компактный сам по себе по комплекции. И один из самых, наверное, быстрых голкиперов вообще в нашем хоккее. Ну и самое главное, что он имеет постоянную игровую практику, причем практику с мужиками в высшей хоккейной лиге за Челмет. Сухачев играет и играет достаточно неплохо. Да, он основной вратарь Челмета. Больше 90% отраженных бросков, почти 92%. Ну да, в отличие от Мельничука, который все-таки в Сканеве больше отдыхает, чем играет, хотя и тоже более-менее регулярно появляется на поле, но основным первым номером он там не является. Хотя уже засветился в КХЛ ненадолго. Матч против Югры, да. Ну да. Который Скаб играл со счетом 9-1. Но именно Владислав Сухачев, я думаю, будет основным вратарем нашей сборной, если не случится каких-либо форс-мажорных обстоятельств. Ну вот, выборы, первые выборы Тампы Бэй. Келфуд, Брэд Хауден, Жонатан Друэн, Слайтер Кука, Кэнтони Д'Анджело. Ну и последние два выбора как раз это выходцы западной хоккейной лиги. Монокеан. Собственно, Кэлафута мы сейчас и видим в этой игре. Поэтому, наверное, и Стивайзерман тоже поглядывается хотя бы полглаза за этой встречей. Пять минут прошло. Счет не меняется. 1-0. Но, опять же, у сборной России был хороший шанс для того, чтобы изменить цифру на табло. Как раз в большинстве оставшемся первого периода, по большей части, и был создан. Возник этот момент, но, к сожалению, опять реализован не был. Здесь удаления не будет, хотя целая серия падений. И за воротами перед ними Клэк бросает. И подставление. 2-0. Проиграли борьбу под воротами наши игроки. И 2-0 делает счет Мэтью Филлипс. 11-й номер. Вот он на ваших экранах. Обращали мы на него внимание еще в первом периоде. Ну и принимает поздравления своих партнеров. Еще раз смотрим. Ну тут падение, да, наверное, помешало. Хотя, вроде бы, и успевал закрывать линию броска человек. Но, вот, опять же, как можно проиграть борьбу под воротами? Человеку с ростом метра 70 и весом 64. Ну вот как? Причем, вот, если просто даже посмотреть на разницу в габаритах, да, это, конечно, удивительное дело. Причем борьбу-то проиграл не кто-либо. Александр Алексеев. Это защитник, который представляет западную хоккейную лигу в нашей сборной. То есть, по крайней мере, он был знаком с тем, как нужно бороться при игре под воротами. Ну и, по крайней мере, да, он знал и о манере, и о стиле того же Филлипса. Знал, как он играет. Филлипс. Ну вот, тем не менее. Бэт Филлипс еще один слой гол на свой счет записал. На этот раз уже на международном уровне. Так, ну что, еще немного, и появятся у нас ассистенты этого гола. Посмотрим. Я так понимаю, пара защитников там будет ассистентами. Бросал-то Клэк. Да, бросал Клэк, да, 10-й номер. Он набрасывал на ворот, так что, как минимум, ему результативную передачу запишут. Ну и, вполне возможно, кто плэгу играет. Джордж Маура, по идее, должен быть. Наверное, да, Маура. Но он с плэгом играет в первой паре защитников. Таким образом, 2-0. Сборная западной хоккейной лиги выигрывает. И 3-1 по броскам. Совершенно точно. Два ассистента у Мэтта Филлипса. Бросок к воротам. Хороший плотный бросок получается у Алексея Паладян. Но бросок приходится прямо в Картера Харта. Ну, опять же, отмечаем выбор позиций Картером Хартом. И вообще, в целом, его действие ворота. Да, потому что то, что сейчас счет 2-0 в пользу западной лиги, это, наверное, в первую очередь даже заслуга не столько наша, которые не попадали, а сколько заслуга Картера Харта, который вытаскивал момент за моментом. Вот первый момент, да, первый гол, который влетел в наши ворота еще в первом периоде. Линд мощным кистевым в дальний угол заставил капитулировать Владислава Супкачева. Ну и затем, собственно, вот, относительно недавно его все видели сами. Ну вот, в составе канадской сборной есть игроки, для которых эта суперсерия стала третьей в их карьере, потому что вот такие, как Картер Харта или Кэл Клок уже выступают за сборную западной хоккейной лиги с 2015 года. Ну а в прошлом сезоне, помимо Харта и Клока, играли Сэм Стилл, Кэл Фуд, Брэд Хауден и Дилан Дюбе. Ну у нас несколько иная политика, да, уж таких же откровенно молодых, там, людей, которым там 16-18 лет, ну, братья какие-то исключительные случаи привлекает. Ну вот, я, допустим, 17-летних в его сборной помню только вот Ивана Проворова и все. Единственное, кто за последние годы, ну и то, не самый удачный был опыт, вспоминаем, тот самый чемпионат мира в Торонто. Да, и сейчас, да, и сейчас, конечно же, стоит отметить то, что примерно в одно время, по-моему, с 8 ноября будет проходить турнир четырех наций в подмосковной Балашихе, где как раз второй состав сборной также будет стараться себя проявить в матчах против сборных Швеции, Финляндии и Чехии. И как раз вот по этим играм, я думаю, и будет сформирован основной состав сборной. Потому что там тоже есть несколько любопытных человек, таких как Марсель Шолох, Виталий Кравцов, которые, я тоже, думаю, могут рассчитывать на поездку на молодежный чемпионат мира. Ну, тут, опять же, многое зависит от того, где именно чемпионат мира проходит, да, потому что, ну, по моим, по крайней мере, наблюдениям, обычно было так. Так, если чемпионат мира в Европе, то тогда на суперсерию и на какой-то параллельный европейский турнир, ну, где-то половинка на половинку лидеров команды. Если в Северной Америке, то тогда основная обоима едет на Северную. 70% едет сюда, да, плюс в этом году, на мой взгляд, основные шансы именно в линии нападения будут сделаны на представителей Лига Северной Америки. В том числе и ребята, которые у нас в Кюбеке играют, это Герман Рубцов и Виталий Абрамов. Также в Хоккейной Лиге Онтарио есть несколько очень симпатичных человек. Поэтому посмотрим, посмотрим, все зависит от таких ребят. Да, основные наши атакующие активы как раз заточены на этот сезон именно в Северной Америке. Так уж получилось, что самые ценные наши игроки нашего 98-го года оказались именно по другую сторону океана. Снова диагональный заброс. Несколько непредсказуемо поначалу было. Доцкок от угла для канадцев, но вовремя они сумели подстроиться под него. Коди Глаз завершает шайбу в зону, отдал шайбу на левый фланг. Там Майкл Расмуссен. Человек, которого Детройт выбрал в первом раунде. И во многом так озадачил всех, кого это они выбрали тогда. С неоднозначным выбором. А Коди Глаз действительно становится первым в истории выбором на драфте новой команды НХЛ Вегаса. Под шестым номером был выбран Коди Глаз на прошлом драфте. Нам еще раз показывают момент. Андреал Табурмакян с пятачка. Замыкал передачу Михаила Мальцева. Клейб бросает. С другой стороны от ворот вроде бы вылетало шайбу, но в последний момент попало закругление. Пока в целом равная игра. И тем обиднее то, что уже с преимуществом две шайбы западники ведут. При этом не сказать, что как-то уж сильно заслуживают они этого. Но вот у одних есть хард, а у других есть нападающие, которые не очень хорошо реализуют эти моменты. Рассейкин. Тоже неточная передача защитников. В итоге случился перехват. Дилан Дюбе шайбу перехватил. Но войти в зону к девятнадцатому номеру капитану западной легить не удалось. Из нашей сборной лишь три человека играли в прошлой суперсерии. Это Владислав Сухачев, Вратарий, Егор Зайцев, защитник московского «Динамо» и Артем Минулик. Также призывался в прошлом сезоне команда Валерия Брагина на просмотр. Но на молодежный чемпионат мира он не попал. Нет, не попал, насколько я помню. Ну и вообще защитники из СЕЧЛ, да, к ним Валерий Николаевич, так, в последние годы несколько настороженно относятся. Вот и опять же единственное исключение Иван Проворов. Ну и плюс ко всему, конечно же, очень жалко, очень обидно, что в этом сезоне вряд ли мы увидим на молодежном чемпионате мира Михаила Сергачева. Ну, по причине, да, задействованности в национальной хоккейной лиге. Да, потому что он, по сути, сейчас, ну, если не основной защитник Тампы, то, по крайней мере, один из самых многообещающих защитников. Но, с другой стороны, держим уме Клима Костина. Да, который сейчас в системе Сент-Плуиса играет в американской хоккейной лиге. Ну, в любом случае, да, там будет подключен в дело переговорный процесс, в любом случае нужно будет говорить, договариваться, да. Самое главное, чтобы все было хорошо со здоровьем, потому что мы помним, что Клим Костин на прошлогодний молодежный чемпионат мира не попал по причине травмы. Хороший атака с хода получается у канадцев, чуть не в первый раз, действительно, они так, с чистым преимуществом, с хорошими подключениями, очень лихо, с песнями и плясками вошли в нашу зону. Еще бросок на этот раз. Не попадает канадец по шайбе. Здесь, что, не было положения вне игры? Интересно. Положение вне игры было, поэтому канадцы сразу убежали из зоны. Я просто не видел айлайнсмена, поэтому и сложно было идентифицировать. А теперь свисток. От клюшки Михаила Мальцева шайба покидает пределы площадки и, главное, арбитр показывает, что в брасане будет в средней зоне. Ну, а вот Валерий Николаевич Брагин на ваших экранах и его достижения. Ну, а что забыли-то? 2011 год. Баффл-то первое место, а? Ну, вот, Сайенс 2011. С чемпионата победного 2011-го. Что было дальше? Ну, да, почти всегда доходил до финала. Единственное исключение, это как раз прошлый чемпионат мира, где не хватило всего лишь одного точного булита. Да, там очень такая, если вы помните, скандальная история была по поводу того, что... Эмоциональная очень. Да, по количеству после матча бросков были вопросы. Ну, да, не все помнили о том, сколько их должно было быть, и поэтому начали выбегать на площадку. Сейчас такая серия индивидуальных ошибок и 3-0. Да. Очень жаль, очень жаль и очень обидная шайба. В ворота Владислава Сухачева влетает. Серия таких индивидуальных ошибок не могли попасть по шайбе. И в итоге Пол Линд, да, оформляет дубль сегодняшней встречи. Еще раз смотрим. Коди Глаз отдает передачу ленту. Здесь Данил Курашов не смог шайбу выбить. И в итоге вот мы видим, почему это привело. Да, как-то уж очень легко. Обкатил Курашова здесь. Здесь сразу от трех человек удалось канадцам уйти. И Егор Зайцев также был причастен ко всему этому. И в итоге, да, счет становится 3-0. Вот во втором периоде все-таки чуть-чуть подсел в наше сборное. Моментов очень немного у ворот Картера Харта. Ну, в принципе, это вот один гол. Если забить, я так думаю, многое может измениться. Нужно было забивать в первом периоде хотя бы один гол из тех пяти стопроцентных моментов, которые имела наша сборная. Да, в принципе, и сейчас-то еще не сказать, что совсем поздно, да, потому что видели мы и отыгрыши. В том числе и под руководством Валерия Брагина, тревышаев по ходу одного матча как раз с представителями Северной Америки. Но тогда, как ты уже отмечал, у нашей сборной был Никита Кучеров. Игрок исключительного таланта. А здесь даже в ногу Мэтью Филиппс шайб попала после броска. Да, вот таким образом счет стал 2-0. Ну и у Коула Линда, ассистенты Майкла Расмуссона и Коди Глаз. Так что вот таким вот образом разложились галы. Ну что, Коу Линд получается у нас, да, 2 плюс 0 у него, у Кайла Клейка, 2 передачи. Так что вот это 2 человека, которые уже по 2 очка набрали. Ну и смотрим. У наших ребят два броска на счету Андрея Алтыбармакяна. Один из них мы помним во втором периоде, когда он с пятачка замыкал передачу Михаила Мальцева. Но тогда Картер Харт выручил западную лигу. Таким образом пока Картер Харт оставляет свои ворота вне прикосновенности. Ну и полезность минус 2 у наших, у защитника Минулина, у нападающих Иванова, Веряева и Россейкина. Причем, правда, кайла Клейка, 1. Что это все такое, что такое, что ты хочешь поед сказать, что для этого членового Schrighа Альтыбармакяина. Ну, я думаю, К regionистов для того, что они не другие. Дом и его спорта. Но для того, как вы хотите больше и поед сказать, чем по целям мы pastят. Важно, мы понимаем, что у нас organiseер. И ты готова к праве, что за грусть нас растут на себя. Я думаю, что, как кстати, с вами сегодняшнего дня и по программам со св clear-to-ссбук. Ну, я думаю, что я считаю играть здесь и китайский, и Little С-Скатур, что они перейкли, что они из-за этого. Ну, предыдущего игрока, они совершили и получили хороший начальник в игре. Вы пишете много названий в пенциле, или вы пишете что-то в инк? Ну, в основном в пенциле, но это хороший группа, и мы рады. Ну, мы надеемся поговорить с тобой. В целом серии, я знаю, это топ-чет. Представители скаутского корпуса здесь же тоже присутствуют. Ну, разумеется, тут и скауты клубов Национальной Хоккейной Лиги, тут и скауты Хоккейной Ассоциации Канады. Да, это прекрасная возможность для игроков, как и сборной Канады, так и наших ребят показать себя, показать, как говорится, товар лицом и, возможно, обратить на себя внимание одной из команд Национальной Хоккейной Лиги. Ну, у нас задрафтованных, кстати говоря, не так много в нынешнем составе. У нас получается 4 игрока. Да, у нас Михаил Бердин, который сегодня не попал в заявку на игру, это третий вратарь, который играет в USHL. Это Американская Хоккейная Лига, юниорская. Он задрафтован Винни-Пегом, также Егор Зайцев и Михаил Мальцев задрафтованы Нью-Джерси. Андрей Алтыбер-Макян задрафтован Чикаго. И Владислав Карра достаточно неожиданно ушел в четвертом раунде, забрал его права на себя Торонто Мэйпл Ливз. Ну да, прогресс Владислава Карра, который за три года проделал путь от Нью-Йоркского первенца Словакии и МХЛБ до дебюта в основном составе Акбарса, он, конечно, впечатляет. Ну и плюс, конечно же, нынешней сборной, я думаю, будет не хватать Александра Хванова. Ну и Свечникова. Ну а Свечников я все-таки очень надеюсь, я все-таки очень надеюсь, что Андрей Свечников сможет восстановиться. И пусть мы его на Суперсерии-то и не увидим, но на молодежном чемпионате мира в связке с Алексеем Липановым его посмотреть очень хотелось бы. Ну да, потому что Липанов сам по себе тоже достаточно интересный, опасный игрок, да, но вот их связка со Свечниковым это намногое, это усиление на порядок и того и другого, скажем так. У нас просто в этой сборной нету таких вот ярких ставителей, как, например, в свое время был Кирилл Капризов, Евгений Кузнецов, Владимир Тарасенко, Владислав Каменев тот же. То есть те, которые бы играли в континентальной хоккейной лиге, играли бы много, много забивали, отдавали, набирали очки. Андреал-то Бармакян решает нанести бросок, там не может подняться защитник сборной Канады, Бармакян по-прежнему шайбу контролирует. Ну вот сейчас она ушла за пределы площадки и можно оказывать небольшую помощь защитнику. Очень неприятно шайба попала в ногу. Это Бин. Джен Бин, да. И только лишь с помощью медицинской бригады и товарищей по команде. Да, я закончу свою мысль, что именно вот Андрей Свечников способен стать тем лидером, который сможет повести команду за собой в самый сложный момент, как это делали вот перечисленные мной ребята на отдельно взятую молодежную чемпионату. При том, что он 2007 года рождения, да, то есть ему всего 17, но тем не менее это... Но играет он не как 17-летний, явно он выделяется и своими габаритами, и своим хоккейным интеллектом. Он прекрасно видит, читает игру, постоянно знает, где открыться, куда отдать передачу. Конечно, очень хотелось бы на него посмотреть, да. Ну вообще, да, у нас так многовато потерь перед этой суперсерией, да, и вообще в этом цикле подготовки. И тот же Дронов-защитник, который наверняка бы здесь играл, и тот же Каемов-нападающий, который один из немногих, кто постоянно играет в клубе континентальной хоккейной лиги. Попыт провести силовое у борта. Ну, Артем Манукян очень активно действует, и сейчас имел прекрасный шанс, 10-й номер сборной России, чтобы распечатать ворота Картера Харта, но вратарь канадцев. Да, Хард снова показал, что... С реакцией у него все хорошо. Да, что не зря он претендует на место первого номера в канадской сборной. Еще бросок, и снова Хард. Снова его щитки отражают шайбу. Как легко дали Алексею сблизиться с вратарем, но там и угол был достаточно острый. Ну, такая впечатляющая смена сейчас в исполнении российской сборной. Добивание. Ну, как не получается. Практически, да, заперли канадцы в луизоне и не желают отпускать. Причем заперли первую пятерку канадцев. Еще один бросок по воротам. Хард перед собой отбивает. Добивание. По-хорошему будут дожимать сейчас вот в конце этой смены. Кара. Нет, прошу прощения, это не Владислав Кара был 24 номер. Николай Кныжов. Романов переводит шайбу. Надо пользоваться вот этим положением, надо пользоваться этим моментом, что слишком долго не могут канадцы поменяться. Ну, вот сейчас немножко упустили шайбу, но все равно через дальний борт вошли, поэтому поменяли они, может быть, там в лучшем случае человек двух. Джордж Маура по-прежнему на площадке, на пятачке именно он располагается, но видно, что уже очень устал. Но Картер Хард прижимает шайбу ко льду и дает возможность своим партнерам поменять состав. И поменять состав. Тут еще и коммерческая пауза, скорее всего, подоспела, поэтому тут двойная польза для канадцев. Ну, вот да, здесь забеспеченность Мауркин чуть не наказал. Вообще, в том, что касается начала атаки, в том, что касается владения шайбой, да, в том, что касается ее контроля, то тут защитники западной лиги, да, чуть не безупречно. Можно и перехватывать, и наказывать, и прессинговать, их заставлять ошибаться в принятии решения. Так что все это возможно. Мы уже с тобой отмечали, потому что у западной хоккейной лиги собраны в основном атакующие защитники. Как таковых домоседов нету. Это шанс для нашей сборной. Мы уже видели три выхода, или четыре даже выхода один на один. Да, нет тех ребят, которые, да, привыкли играть попроще. Тех, которые не привыкли усложнять. А здесь, да, подобралась обойма таких вот людей, которые постоянно думают, а что бы такой этакой шайбой придумать. И в результате за свою вдохновенную задумчивость несколько раз нас чуть было не наказывали канадцев. Неудачный перевод шайбы на противоположный план от 18-го номера сборной России. Данил Веряев был. Пять минут остается сыграть во втором периоде. Нужен гол, хотя бы один. До конца второго периода. Это многое должно поменять в эмоциональном настроении нашей команды. Это многое должно поменять вообще в целом в фоне этого матча. Потому что последние минуты канадцы с огромным трудом выходят из своей зоны, из-под прессинга наших игроков. И мы видим, что наши встречают на красной линии уже все атаки канадской сборной. А тут еще и проброс. Удалось нашим добавить движение. И вот, да, только сейчас коммерческая пауза у нас началась. И есть возможность и у Картера Харта тоже немножко перевести дыхание. 9-9 по броскам во втором периоде. 21-14 по итогам пока вот неполных двух игровых отрезков. Ну и пока намного дисциплинированнее играют наши ребята. Ни одного удаления во втором периоде нет. Ну и статистика вбрасываний. 20-12 польза сборной Запада. Но это мы уже отмечали. Мы отмечали, что из всех игроков, которые собраны в составе сборной Западной Лиги, практически все там за исключением, по-моему, двух или трех игроков являются центральными нападающими своих команд. Ну да, то есть имеют опыт работы на оббрасывании. Опыт, как правило, достаточно богатый. Примерно прототип Олимпийской сборной Канады. Ну да, именно так. Там тоже основная философия была Майка Бепко. Набирая побольше центральных, а там уж разберемся, что с ними делать и на какие края их ставить. Потому что все-таки, да, центр и может сыграть на краю. Но вот и это у него, как правило, неплохо получается. Но вот крайний в центре, это уже намного хуже. Все-таки в сторону универсализма идет постепенно, наверное, мировой хоккей. И вот эти вот тенденции как раз во многом и заложены Олимпийской сборной Канады. Ну и, кстати, еще отметим из статистических вещей. Помимо двух передач Кайла Клэга, еще и его полезность плюс три. То есть ко всем трем шайбам он так или иначе оказался причастен. Двум передачами и при третьем он присутствовал при съемке, что называется. Да, ну и счет Джош Маура, тоже плюс три у него, но при одном голевом пасе. Еще отметим действия на точке выбрасывания. У Сэма Стила восемь выбрасываний выиграны, из двенадцати. У Бретта Хаудена пять из семи. Клэг, кстати, задрафтован Лос-Анджелес Кингс во втором раунде под пятьдесят первым номером. Ну это тоже, кстати говоря, о многом свидетельствует, с учетом того, как в организации Лос-Анджелеса относятся к защитникам, да, как бережно относятся и аккуратно относятся к их подбору. Ну вот вообще, если отметить защитников, которые из этой сборной Канады задрафтованы в первом раунде, то здесь Джейк Бин, первый раунд, тринадцатый номер драфта 2016 года. Каролина задрафтовала этого защитника. Вот, правда, мне тоже не совсем понятно, зачем это, потому что у них есть и фолк относительно молодой, у них есть ноа Хэнифин, которая играет сейчас тоже по многу, чуть не по полчаса. А зачем вообще Каролина нужна? Да, ну вот, если даже посмотреть на их посещаемость, совершенно невыразительная команда, на мой взгляд, но это ладно. Ну да, из истории про Козу и Баян. Да. Кэлфут задрафтован в первом раунде под четырнадцатым номером на драфте 2017 года Тампой, а также Денис Чаловский. А вот, кстати, что касается драфт-пиков, сколько первого раунда, сколько второго, сколько третьего. На табличке у нас промелькнуло. Ну вот, кстати, лишь один игрок из этого состава сборной Канады не задрафтован вообще. Это нападающий Таль Юис. Ну, во многом да, благодаря тому, что он очень здорово отыграл именно в этом сезоне, он получил приглашение в сборную Западной Лиги, так-то он до этого, ну, был просто каким-то не самым приметным игроком хорошего добротного среднего уровня, но не уровня сборной. А сейчас, вот, как-то пошло у него, да. Ну, прекрасно, клаймейкер, судя по его статистике, к сожалению. Притом, что крайне нападающий. Да, бренд, игры бренд White Kings не видел я, но при этом в 17 играх у Таль Юиса 9 заброшенных шабб и 22 результативные передачи. Действительно, статистика впечатляющая, но по сегодняшнему матчу у него, как таковых, полезных действий я не отметил. Единственное лишь полезное действие для нашей сборной, это когда он отдавал передачу, и Артем Манукян ее перехватил. Имел шанс для того, чтобы открыть счет в матче для сборной России. Ну, вот сейчас уже канадцы приободрились в нашей зоне. Понимаю, что если не добавить движения, то доиграются, да пропущенные шайбы очень даже запросто. Не удалось лишить канадцев броска, но, правда, и бросок получился несколько смазанным. Ой, что там за паника такая на нашем пятачке? Не совсем понятно, потому что камера не успела повернуться. Я предполагаю, что это неконтролируемый был отскок от борта, и в итоге 4-0. После дальнего броска от синей линии шайба попадает, я так понимаю, в кого-то из игроков на пятачке. Похоже, ликошет, да. Да, и влетает в ворота Владислава Сухачева. Четвертая шайба. 4-0 за 2 минуты и 15 секунд до конца второго периода. Еще раз смотрим. Денис Человский набрасывает шайбу. Там Брэд Хаудон. Мы видим, что именно от его плюшки шайба влетает в ворота сборной России. Очень обидно, очень обидно. Конечно же, счет на табло не отражает входа сегодняшнего матча. Ну ладно, будем надеяться, что западная лига сегодня всю обойму свою расстреляла. Ну а мы берегли патроны до матча с Вивкаранти. Напомню, что уже буквально через день команда там сыграют. В принципе, не так далеко. Ой-ой-ой, Сухачев! Прекрасное спасение нашего вратаря. И сейчас счет вполне мог становиться 5-0. И при этом ни единой претензии к вратарю сборной России нельзя было бы предъявить. Еще раз смотрим передачу. Да, Кэспик здесь, по-моему, да, замыкал. Или нет? 22-й. Это Ноа Грегор? Да, Ноа Грегор. Тот самый, который в последний момент пополнил команду вместо Бенсона. Да, Бенсон получил повреждение. Кстати, Грегор-то из Мосджоу, то есть он местный, так что... Порадовал местную публику? Порадовал бы местную публику, если бы забил пятый гол. А так скорее наоборот. Не порадовал. Ну так вот, что касается Свисткарента, то относительно недалеко. Он находится в той же провинции Сокочелан, там по дороге, да, по шоссе, там около 108 миль на запад. И вот, ну все. Относительно того расстояния, которое наши уже преодолели сюда, это, ну, можно сказать, что несколько шагов. Вообще, что касается графика, то, как обычно, после Онтарио, да, на Квебек переключаться с разницей один день, это вот, наверное, самое сложное. Потому что там вот между четвертой и пятой игрой, между Садбери и Шарлоттауном один день всего. Но это и Садбери нужно в районе 400 километров до Торонто, а потом где-то часа два на самолете на остров Принца Эдуарда, на самый-самый восток Канады. И это все за один день. Вот смотрим на, не на показатели, а на выбор в драфте Денниса Человски. В каком раунде его в свое время задрафтовала команда Си и Чел. И в каком раунде он был задрафтован. Да трое там и 5-0. Да уж. Всю подворотную игру мы проигрываем. Да, много достаточно. Легко даем, да, очень легко даем добивать, очень легко даем подставлять клюшки игрокам сборной западной лиги. И Тайлер Стинберген добивает пятую шайбу в сегодняшней встрече. Оставили его совершенно одного. Достаточно много для размышлений у Валерия Николаевича будет после этой игры, я чувствую. Дилан Дюбе сделал прострельную передачу на пятак. Там Сэм Стилл, но рядом с Сэмом Стиллом находился наш защитник. А вот рядом со Стинбергеном не находился никто. И таким образом 5-0 за 30 секунд до конца второго периода. У Брата Хаудан ассистенты Данис Человский и Таннер Креспик. Ну а что касается ассистентов к этому голу, то он скоро обнародует. Ну как минимум Дилан Дюбе. Ну да, разумеется. Куда же без него тут. Да, Дилан Дюбе и Сэм Стилл, ну а ассистенты Тайлер. Да, Тронс, до шайбы все-таки Сэм Стилл, который находился на пятачке. Так что Сэм Стилл сегодня не уйдет без баллов за результативность. Но хочется надеяться, что без баллов за результативность не уйдут. И наши парни, на это у них есть третий период. О победе, конечно, говорить довольно затруднительно. Но хотя бы как-то там на гол другой потянуться к сопернику, это было бы совсем неплохо. Продолжение следует... Не так много, как в первом периоде канадцы стали играть более дисциплинированно в обороне. Защитники перестали постоянно подключаться к атакам и обрезаться. Ну а свои моменты канадцы реализовали в свойственной себе манере. Под воротами вторую шайбу забивает Мэтью Филлипс. Шайб попадает ему в конек после броска Клэга. И Владислав Сухачев не успел сориентироваться и отбить шайбу. Да, Коулин сделал дубль. А также Мэтт Филлипс, Брэд Хоуден и Тайлер Стенберген. Ну то есть вот по большей части от кого ожидали. Да, набранных очков, голов, передача. В Мужо такой вот на этот раз для нас несчастливый. Ну в принципе и в предыдущий свой заход Мужо мы тоже допропускали достаточно, но и достаточно забивали. Пять шайб тогда пропустили, но забили семь. А вот сейчас моментов имеем, да, примерно вот тоже на семь, но вот забит шайб ровно ноль. Ну вот во втором периоде единственное, что у нас моментов было не так много, как в первом периоде. Канадцы стали играть более дисциплинированно в обороне. Защитники перестали постоянно подключаться к атакам и обрезаться. Ну а свои моменты канадцы реализовали в свойственной себе манере. Под воротами вторую шайбу забивает Мэтью Филлипс. Шайб попадает ему в конек после броска Клэга. И Владислав Сухачев не успел сориентироваться и отбить шайбу. Да, Коллин сделал дубль, а также Мэтт Филлипс, Брэд Хоуден и Тайлер Стенберген. Ну то есть вот по большей части от кого ожидали, да, набранных очков, голов, передач, от кого ожидали опасности, те и отличились. Ну разве что Коллин, да, вот фигура для нас не такая известная, да, не настолько изученная. Ну вот показал он, что тоже вполне обладает достаточным набором хоккейных умений. Этот игрок из третьего звена. Ну и стартовал третий период первой встречи суперсерии между молодежной сборной России и юниорским Лигом Канады. 5-0 в пользу западной лиги. И Михаил Майс сейчас выводит шайбу из своей зоны. Бросок сходу не попадает. Хорошие первые 30 секунд, хорошую атаку провели наши ребята. Единственное, что не удалось попасть в створ. Ну да, по такой игре, да, по вот такому моменту, когда ты бросаешь отсюда, все-таки с твой попадать надо. А так вот шайба через борт и вышла из зоны атаки. Обратите внимание, что у нас замена вратаря. Вместо Владислава Сухачева Алексей Мельничук вышел. Ну при счете 0-5, да, наверное, большая часть тренеров поменяла бы вратаря. Причем особых претензий к Сухачеву, естественно, не предъявишь. Потому что, ну вот, пожалуй, за исключением первой шайбы, когда он чуть-чуть потерял ворот в первом периоде. Во втором-то игровом отрезке там и вовсе все шайбы с пятака были забиты. И очень мало шансов было Сухачева спасти. Ну да, тут в первую очередь, конечно, полевым игрокам предъявят претензии за то, что проиграли всю подворотную борьбу, которую только могли проиграть. Вот Артем Минулин стал раздавать тут за лицевой линией канадским игрокам под затыльники. Но драки не случилось. Ну мало ли, он же с ними постоянно в одной лиге играет. Может кому-то, да, там вопросы накопились за предыдущие сезоны. Линд делает передачу. Ой, хорошо как, оно было разыграно. Ну вот что хорошо, то хорошо, да. Атака сходу, ну просто как по нотам. Линд набирает свой третий очко в сегодняшней встрече, на этот раз за голевую передачу. Но замкнул эту передачу Коди Глаз. Да, так что мельничок меньше полутора минут вставал сухим. Но тоже какие претензии. Хороший проход средней зоны, передача, мягкая передача на дальнюю штангу. И не успевает дотянуться до Коди Глаза Георгий Иванов. Да, здесь атаку сходу просто разорвали нашу оборону. Майкл Расмуссен увез на себя одного защитника. Игроки, да. Второй защитник, да, чуть повыше остался. И в итоге на дальней штанге Коди Глаз остался совершенно один. Да, игроки здорово открывались. И шайба ходила и быстро, и своевременно между игроками. И вот во многом благодаря этому и получилась атака с хорошим численным преимуществом. И атака, где каждый делал именно то, что нужно было делать. Правильная атака получилась у представителей канадского коллектива. 6-0, да. Такие малоприятные цифры. В предыдущий раз 6 пропускали только в 15-м году. В 16-м как раз так, несколько получше в защите себя чувствовали. А вот в 15-м от Лига Квебека. 6 шайб пропустили, 7 шайб пропустили, кстати, от Запада. Когда 3-7 в Келуне нас обыграли. Ну вот такие счета, как 0-6. Ну да, это в памяти, в первую очередь, ранние суперсерии. То есть 3-4-го годов, да. Вот всплывают тут же с такими вот малоприличными счетами. Я, честно говоря, грешным делом думал, что эти времена уже давно позади. Но вот ощущение дежавю, да, ощущение путешествия прошлого, оно не покидает. Причем со счетом 0-6 наша сборная проиграла в 2004-м году первую игру. Ну, в 2003-м вот 1-7 было. Причем и на Западе, и с командой Лиги Онтарио. Майкл Расмус, он также записал на свой счет результативную передачу, помимо Кола Линда. В моменте 6-й заброшенной шайбы, автор которой стал Коди Глаз. Причем и на Западе. Романов. Разворот нанес. Бросок по воротам Картера Харта. И Картер Харт, в свою очередь, шайбу фиксирует. Картер Харт принимал участие в прошлой суперсерии. Также во втором матче пропустил всего лишь одну шайбу. А вот статистика Алексея Мельничука на ваших экранах. Выступает он за СКА Неву. Ну, говорили мы про то, что дебютировал он в этом сезоне за СКА в континентальной хоккейной лиге. Ну, а за СКА Неву Мельничук провел 10 матчей, одержал 8 побед, 2 матча проиграл. В среднем за игру пропускает 2,38 шайбы. Процент отраженных бросков чуть меньше 91. Удалось западной лиге выиграть в браслане. И так, за счет индивидуальных усилий, затаскивают они шайбу в зону. И сейчас едва снова. А так, сходу, не разорвали нашу оборону. Как-то несколько деморализованного состояния сейчас сборной России. Ей по-прежнему нужен хотя бы один гол. Да нисколько в деморализованном настроении, сколько, на мой взгляд, канадцы прибавили. Прибавили, прежде всего, в контроле. Шайбы в быстроте принятия решений. Вот здесь мы видим, что... Тут взаимо стремящиеся друг к другу навстречу вектора. Дамир Рахимулин приглашает на танец 18-го номера. Это Давид Кеновиль. Вот как раз мы видим здесь так. Потолкались около борта. Дамир Рахимулин, напомню, нападающий Тольяттинской ладой в этом сезоне набранными очками не отметился. Ну, и не так много ему артисап. Тут взаимо стремящиеся друг к другу навстречу вектора. Да. Дамир Рахимулин приглашает... На танец. На танец, да. 18-го номера. Это Давид Кеновиль. Вот как раз мы видим здесь так. Потолкались около борта. Дамир Рахимулин, напомню, нападающий Тольяттинской ладой в этом сезоне набранными очками не отметился. Ну, и не так много ему артисап. Ну, наверное, этого и требует от игрока четвертого жена артисап был в первую очередь. Ну, и в формате 4 на 4 сейчас. Будет проходить игра. Ближайшие две минуты. Если не случится удалений. Борьба о средней зоне, которая заканчивается в пользу наших соперников. Клэг. Один в один. Нет, все-таки обкатить здесь не рискнул. И какую классную передачу выдает Клэг и Шей 7-0. Да. 7-0. Ну, вот опять же, да, как здорово Клэг. Сначала зовет шайбу в зону. Увидел, что сразу сходу не получится обкатить соперника. Подтормозал, улитка. Посмотрел, голову поднял. И просто вложил в шагу. Увидел на противоположном борту, да, что закатывается человек в зону. Вот он, как раз этот закат. И все. И дальше один в один разбирайся с Миленчуком. Дилан Дюбе становится автором седьмой шайбы в ворота сборной России. Причем мы видим, что первый бросок у Дилан Дюбе не получился. И кто гонялся за Дилан Дюбе с Плаков? Крайне нападающий. Но все в этой заброшенной шайбе. Нет, Дилан Дюбе, конечно, большой-большой молодец. Но при этом отмечаем Клэга, который, как ты правильно описал его действия, вошел. Остановился, посмотрел, отдал. И там уже вопрос техники. А с техникой у Дилана Дюбе все достаточно неплохо. Да, около этой пихты клиента буду ждать я, остальное делаю техники, да, как говорил персонаж из бриллиантовой руки. Вот я сейчас специально посмотрел, когда мы в самой первой суперсерии Западу проиграли 1-7, да, вот. Как раз кто нам тогда забивал, что это были за игроки. Вот. Некоторые из них прям такие легенды уже. Ну вот смотри сам. Дион Фанев тогда играл за Запад. Брэн Сибрук, Кайл Бродзик, Наджил Доус, Кларк Маккартер, Райан Гетслов, Эрик Ферр. Тут еще Майк Грин. Ну и Джош Хардинг в воротах вместе с Кэму Вордом. Ну а у нас единственная шайба на счету Александра Шинина. Максима Российкин контролирует шайбу, отдает поглубже в зону, но здесь не точная передача. Бросок минульно, сильно выше ворот. Однако удалось шайбу сохранить в зоне Канады. Минулин за ворота отдает передачу. Минулин бросок в касании, блином играет Кантер Хард. Ну сейчас да, сейчас вопрос стоит так, размочим, не размочим, успеем, не успеем за 13 минут. Ну хотя бы как-то подсластить вот эту вот кейлюлю. Ну да, что-то да, что-то такое себе, хотя бы какой-то позитив сделать. Ну а потом да, потом вот, видимо, уже на следующее утро, скорее всего, в отеле же ночуют здесь, а потом, да, на следующее утро на чуть больше сотни миль на запад и дальше с Уиткаром. Следующая остановка в этом Роуд-Муве. Ну Канадцы тоже стали достаточно много нашим позволять в своей зоне. Но при этом обороняются достаточно спокойно. Все отскоки стараются подбирать именно хозяева. Очередная передача. Мельничук первым успевает к шайбе, но правда у борта все-таки канадцы оказываются раньше. И вновь перехват на пятачке. Встреча останавливается, потому что Расмуссон заехал во Вратарскую площадь. Вообще, первые 8 матчей, вот в истории этой суперсерии, первые 8 матчей наша сборная проиграла в западной лиге. Причем счета были, ну достаточно много неприличных счетов. Было и 1-8 проигрывали, 1-7, 2-9, 0-6, да. И лишь первую победу одержала наша сборная в 2007 году. Тогда 5-2. 5-1. 5-1, да. В Краймбруке, в Британской Колумбии они это сделали. 2007 год, то есть получается, ну да, уже 10 лет прошло. С момента этой исторической победы. Так, это получается у нас был 28 ноября. Это игра в Краймбруке. Да, вот они, 5-1. Вадим Голубцов отметился дублем. Александр Полухин, Дмитрий Союзтов и Антон Королев. Вот они, лауреаты и творцы победы. Вот Антон Королев и Дмитрий Союз сейчас находятся. Дмитрий Союзов играет ныне за Владивостовский адмирал. А Антон Королев выступает за Хантамансийскую югру. Ну, конечно, да, в этом сезоне, что уж говорить, у нас 98-й год не самый богатый на таланты. Ну, хотя вот поначалу, да, вот, когда им было там лет по 16, по 17, как раз так не казалось, да. Когда они под руководством Виталия Прохорова обыгрывали одного соперника за другим, когда они выиграли мировой хоккейный вызов, да. Вот казалось, наоборот, это очень хороший год. Но знаешь, все-таки, на мой взгляд, не хватает этим ребятам международного опыта, которые у них отняли, по сути, отобрав у них юниорский чемпионат мира. Все помнят вот это вот мельдоневое дело, когда в полном составе вот эта вот сборная Ю-18, которая целый сезон играла в молодежной хоккейной лиге, не поехала. Ну как, ну, тем не менее, мемориал Ивана Глинки у них был, мировой хоккейный вызов у них был, турниры четырех там неоднократные у них тоже были, в том числе, территория России. То есть, по сути, у них, ну, отобрали юниорский чемпионат мира, и все. Молодежный чемпионат вот сейчас, они как раз именно в этом возрасте. То есть, ну, не сказать, что так уж много у них и отобрано было. Практически ничего не позволяют создать нашим ребятам игроки канадской сборной. Ну и как-то несколько притюхли уже трибуну мужу. Видимо, сами, наверное, до конца не верят в реальность происходящего. Как это? 7-0. Что-то как-то уж больно просто. Ну и вполне возможно, что на следующую игру в заявку сборной России попадут два защитника, которые сегодня оказались вне, три защитника, которые оказались сегодня вне заявки. Это Александр Шепелев, Анатолий Елизаров и Артем Мальцев. Ну да, все зависит от того, насколько именно наших западников отпустили на одну или на две игры. Насколько мне известно, я разговаривал с Петром Терещенко. Это пресс Ташин, молодежная сборная. Он сказал, что вроде бы на две игры останется и Артем Минулин, и Александр Алексеев. Нет, ну конечно, нужно посмотреть всех ребят. Ну я, кстати, не удивлюсь, если и Бердин появится в воротах. Не все же у Суперсерии его с собой таскать. Да, он уже находится в расположении нашей сборной. Минулин. Сохранил себе шайбу, да, но вот передачу под свою синюю линию сделал не самый удачный бросок. Нинничок там на какой-то момент потерял шайбу из виду, но здесь сработали наши на подборе своевременно. Микс шайба по пятачку, но канадцы так и не смогли нанести бросок. А вот прекрасный выход был у нашей сборной, но вновь лишняя передача и момент упущен. Бросок от синей линии наносит. Ну сейчас уже да, уже из принципа нужно не дать карту сыграть на ноль по встрече, на мой взгляд. Хотя бы один гол, да, хотя бы напоследок, но все-таки хоть как-то. Канадцы на спорт настроения. Получается так, что Картер Карт в своем первом матче на этой Суперсерии в 2015 году пропустил три шайбы после девяти бросков. Вышел он тогда при счете 5-0. Тогда, напомню, 7-3 закончилась встреча. Затем, в прошлом сезоне, как я уже говорил, он пропустил лишь одну шайбу после тридцати трех бросков. 4-1 западная лига выиграла. То есть прогрессирует с каждой Суперсерии. Ну, получается так, получается так. Матчик делает успехи. Не просто же так его выбрали во втором раунде. Ну не просто так, он лучший вратарь западной хоккейной лиги уже не первый сезон. Вот очередной момент упускают наши ребята. На этот раз не смог Харта переиграть. Алексей Паладян. Мальцев выпоропол шаеву, но не только на передаче на Алтыбар Макяна. Да, вот сейчас канадцы только покинули зону. Именно поэтому и с некоторой заминкой пересекали синюю линию. Потому что там еще игроки оставались по ее другую сторону. Теймстилл. Диагональная передача. Клэк, как же здорово он действует на синей линии. Смог сохранить шайбу в зоне. Подключается к атаке. Ну да, десятка в западной лиге очень неплохую заявочку делают на попадание в заявку на молодежный чемпионат мира. Такая прям весомая. Алиэнт. Дюбэ. Динбергян. Кстати, что интересно, у нас в составе есть игрок, у которого нет минусового показателя полезности. Это Александр Алексеев, у него ноль. А всех остальных минус один, минус два, минус три. Ну и, конечно, Клок. У него плюс пять, да. Плюс пять, три голевых паса. Но это, конечно, супер матч. Явно претендент на первую звезду вместе с Колом Линдом. Ну, понятно, что и Тим Хантер уже такой расслабленный. Вот тоже очень любопытная персона Тима Хантера. Ведь, будучи игроком национальной хоккейной лиги, он не был тапгаем. Он не был тапгаем, но при этом у него более трех тысяч минут штрафа. Он обладатель Кубка Стэнли в составе Калгари Флеймс. В 89-м году. Но при этом, будучи защитником, он никогда не набирал большого количества очков. Ну да, заброшенные шайбы, там, голевые передачи, это все не по его части было. Но зато он удостаивался званий самого недисциплинированного игрока. Сезона 88-89, 375 минут сезона 86-87. Ну да, удалялся достаточно много, то есть не всякий Товгай за 300 минут набирает. Такой профессионально узко-специализированный. И в итоге за 815 матчей 138 набранных очков и 3146 минут штрафа. У нынешнего главного тренера западной хоккейной лиги. Ну да, в общем, тренер, судя по всему, нравился Рову. Но при этом мы видим, что нынешняя его сборная, я бы не сказал, что играет в какой-то силовой манере. Нет, наоборот, за счет техники, за счет классных комбинаций, канадцы в чистую переигрывают сборную России во втором и третьем периодах. Не, ну когда у тебя такой выбор, когда у тебя есть из чего выбирать, да, из кого, когда у тебя столько классных игроков в самой лиге, да. Когда можно и ротировать, когда можно кого-то за бортом оставить, когда можно и там травмированных заменить, особенно без потери качества. Тут, конечно, можно и творческую игру выстраивать как угодно. 29 на 19 в соотношении бросков. Да, сейчас уже сколько угодно можно говорить о том, реализуя хотя бы один из своих многочисленных моментов при счете. 0-0, 0-1, да, как бы пошла игра. Сейчас мы вот в разделе факта имеем 0-7. Потому что, возможно, путей, да, для каких-то иных развития сценария, да, было достаточно. Было великое множество разных ветвей, по которым мог развиваться этот самый сценарий игры. Но вот выбран был один из наихудших. Вот опять же, канадец здесь практически беспрепятственно бросал. Успела пристать на колено, Мельничук справляется с броском и снова Мельничук справляется. Правда, подбор не забрал вовремя. Именно поэтому сейчас приходится пережить несколько неприятных моментов. И Сэм Стилл попадает в штангу. Но не все же нам попадать. Маура. И вновь не удалось сборной России вывести шайбу из своей зоны. Юбая. Бросок Мауры блокирует Иван Романов, но получает повреждение наш восьмой номер. В руку попадает шайба после броска пятого номера сборной Канады. Клаек. На три с половиной минуты всего-то нам всего остается продержаться до сухой победы команде Западной Лиги. Ну и, соответственно, Картер Ухату до своего сухаря. Ой, какие сейчас отскоки-то случаются. Отскоки-то случаются, но при этом как позволили бросить наши защитники шайбового ворота. Ну и это тоже. На корпус впереди находился наш защитник. Однако игрок канадской сборной смог ускориться нанести бросок и Мельничук спас. Борьба на лицом борту. Ну ладно, будем надеяться, что самое страшное, что могло случиться в этой суперсерии, с нами уже случилось сегодня. Да, я думаю, что ничего страшного в этом поражении нет. Наоборот, лишний повод для размышления тренерскому штабу. Что нужно подправить, над чем нужно работать. И для размышлений, и для каких-то определенных лоудов по тем или иным игрокам. Возможно, впоследствии суперсерии Валерий Николаевич Брагин даст личные задания кому-то из игроков, какие-то навыки подтянуть. Потому что, ну вот, что уж говорить, зачастую мы проиграли второй игровой отрезок. И, ну, большую часть третьего периода, конечно, канадцы контролируют ход встречи. Потому что был момент, был момент в третьем периоде, когда наши прижали канадцев к их воротам, побросали по воротам. Достаточно длинная смена, когда заперли канадцев. Это ближе к концу второго периода было. Когда, вроде, казалось бы, сейчас вот игра начнет уже перекатываться в нашу сторону. Но тут снова последовал гол. Но при этом я бы еще добавил, что канадцы не позволили поиграть в нашем большинстве. Лишь один раз команда Валерия Брагина пыталась реализовать численное преимущество. В остальном же канадцы играют на удивление дисциплинированно. Ну, и наши ребята тоже уже, когда после первого периода вкатились в игру, уже не удалялись. Не сказать, что мы проиграли канадцам в скорости. Мы проиграли канадцам в этой встрече, именно в борьбе. В борьбе на пятачке. Ну, и вот будет удаление. Андрей Алтыбармакян на ваших экранах. В этом сезоне за «Скани ВООН» набрал 12 очков в 18 матчах. Ну, а на две минуты у нас отправляется вновь Дамир Рахимуллин. И вот это его уже третий штраф в сегодняшней встрече. В первом периоде по итогам его удаления канадцы смогли открыть счет в матче. Затем было обоюдное удаление, когда чуть не сцепился Дамир Рахимуллин с Танером Кеспиком. Так что да, судя по всему, мечты в одном, единственном забитом голе придется за архивировать до следующей игры в свет в гарантии. Потому что до конца основного времени, до конца этой игры, придется играть в меньшинстве. Если, конечно, канадцы не забьют. Вложение вне игры. Даниил Веряев зовет шайбу в зону. В тот момент, когда его партнеры уже пересекли синюю линию. Тим Хантер на ваших экранах. Безусловно, он доволен. С счетом, и я думаю, что доволен игрой своей команды. Любой, наверное, на его месте. Светился бы, как лампочка личия. Ну и одна минута 16 секунд. У нас остается до конца этого матча. Уже, кстати, входит тренерский штаб молодежной сборной Канады. Нормальная практика для суперсерии, когда ассистенты работают с командами отдельных лиг. Ну и тем более, что он также является главным тренером Муз Джо. Ну да, команда, которая играет здесь вот. И которая, кстати говоря, проводит очень хороший сезон. Один из лучших в своей истории. Привет всем, кто с нами на хоккее. Ну вот, наконец-то снова дождались. Ноябрьские бессонные ночи говорят лишь об одном. Она уже здесь. Она уже началась. Очевидная. 15-й уже. Как время-то летит. 15-я суперсерия. Молодежная сборная России против юниорских лиг Канады стартует прямо сейчас. Здесь, в городке Мужжоу, который затерялся где-то на трансканадской дороге, в степях Соскочевана. Больше суток наши парни добирались сюда. Наши игроки и тренеры продвигались, наконец-то, к канадской границе и за нее. Ну и вот сейчас я готов к первой битве. Россия-Западная лига, матч номер один. Ну а значит, новые надежды, новые предвкушения, новые эмоции. Ну и какая-то новая история вместе с вами. Затем, как творится эта новая история, будут наблюдать Алексей Пешнин и Кирилл Корнилов. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Не генеральная, но одна из последних репетиций перед стартом молодежного чемпионата мира. Именно после этой суперсерии тренерский штаб во главе с Валерием Николаевичем Брагиным делает основные выводы по составу нашей молодежки на предстоящий чемпионат мира. За шесть матчей со сборными юниорских лиг Канады Валерий Брагин может посмотреть не только на игровые показатели игроков, такие как техника, понимание тренерского задания, но и познакомиться с характерами игроков. Потому что в команде Валерия Брагина никогда не бывает случайных персонажей. Все эти игроки заслуживают свое место, в том числе и по итогам этой суперсерии. Как они будут справляться со стрессом, как будут держать удар и справляться со всеми сложностями смены часовых поясов и при этом выкладываться на 200% в каждом матче, именно из этих показателей и будет складываться, я думаю, мнение тренерского штаба. Ну а сейчас на ваших экранах только что снаружи был Мазай Плэйс, один из самых современных дворцов в нынешней СЕЧЛ, один из самых новых, один из самых уютных, в котором сейчас, собственно, и произойдет. Вот это действие, в котором мы все с вами готовы. Готовы участники символического выбрасывания, которое по традиции здесь проходит перед каждым матчем. Ну и опять же, у нас тоже по традиции можем погадать не только на результат этого матча, да, не только на то, как он закончится, кто забьет, да, и какой будет сценарий, но еще и на то, как именно на этот раз будет исполнен гимн России, потому что чего мы только за это время не наслушались и не насмотрелись. Итак, капитаны обменялись вымпелами рукопожатия. Дюбе – это капитан команды западной лиги, ну а у нас Егор Зайцев. Кстати говоря, интересный момент, да, то, что Дюбе, он не является капитаном в своей команде, и это при том, что здесь в составе западной лиги шесть капитанов своих команд. Но вот Дюбе капитаном не является. Очень любопытный состав у западной лиги, о нем мы обязательно будем, я думаю, говорить много по ходу этой трансляции, но что удивляет еще больше, то, что практически все игроки являются центральными нападающими своих команд.